всем привет любители дефрага те кто хочет научиться маппить и в общем-то всем всем кто каким-либо образом попал на это видео в прошлом уроке мы рассматривали интерфейс мы рассматривали как поставить правильно для себя радиант и сегодня я вам покажу в первую очередь как поставить текстуры и что-нибудь с вами за мапе не факт что мы сделать сделать это до конца но я думаю дозировано как-то по полчаса я буду снимать и будем делать какую-то карту идея для карты у меня уже есть может быть даже успеем текстуры я тоже нашел в общем-то для начала текстуры для себя я честно краду с этого сайта level world.com у кого-то какие-то может быть другие есть источники если вам не жалко можете поделиться ими в комментариях я отсюда беру просто открываем допустим какую-то карту здесь есть меню можно открыть топ карт в тренде который и так далее и так далее то есть тут очень такой большой обширный сайт нажимаем download и просто скачиваем у нас появляется zip давайте при вас так сказать весь путь покажу чтобы вам было более наглядно скачиваем текстуры открываем на рабочем столе все это буду проделать это у нас zip в зипе в самом архиве находится ридми и сам pk3 pk3 это просто карта пк3 кто не знал это обычный тот же самый архив просто формата так скажем для 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 q3 потому что там ну ну так заведено в общем не будем вдаваться вот этот архив точно так же можно винраром открыть либо другим любым другим архиватором и здесь уже у нас находятся нужные нам файлы давайте мы его извлечем так вот у нас появилась папка вот файл с нам не нужен и основные файлы которые нам уже это текстуры и скрипты но модели если есть тоже можно взять потому что модели это бывает очень удобно с моделями мы потом тоже с вами обязательно побеседуем есть где-то звуки есть их можно везде послушать плеер вот какой-то то есть это все можно тоже звуки ставить и так далее но основные которые нам нужны это естественно скрипты и текстуры в общем то давайте на примере уже своих текстур которые я специально для себя нашел вам покажу в общем то мы берем смотр для начала я всегда чтобы не запутаться кидают текстуры точнее скрипты открою себя и не подготовился немножко не извиняюсь так открываем q3 base q3 и здесь закидываем скрипты первым делом кидаем скрипты файл арена нам не нужен его можно удалить чтобы он там не мешался все переносим к себе за эти скрипты берем название закидываем shader лист все сохраняем закрываем все скрипте нам больше не нужны текстуру можно прямо вот так вот папкой закидываем и все здесь они у нас и появились далее открываем radiant чтобы эти текстуры здесь у нас появились если у вас вдруг был уже открыт radiant можно просто нажать вот эту кнопочку reload shaders ну и текстуры заодно он обновляет и вот у нас вот эти вот текстуры давайте подробнее рассмотрим текстуры которые без вот такой вот пунктирной линии они являются обычными то есть они никак не светятся никаких звуков света и вообще ничего с ними не происходит они просто есть и все это просто как бы картинка а текстуры которые обведены вот таким вот пунктиром вот тут мы видим да вот тут вот это значит текстура с каким-то эффектом какой эффект примерно можно понять в этих же текстурах то есть вот на примере вот это вот у нас шейдер получается то есть не непосредственно шейдеры показываются если так будет вам удобнее в таких пунктирам вот это у нас шейдер да лампочка зеленая фиолетовая и вот рядом мы видим точно такую же текстуру но без свечения значит то есть без шейдера то есть вот это у нас обычная текстура это у нас придает свечение также тут вот это у нас то есть показано сам эффект какой-то да а это у нас то что будет в итоге то есть тут какая-то анимация вероятна которая будет крутиться вертеться и будет у нас вот такой вот эффект с кругом там тоже скорее все какая-то пульсация либо он просто светится лампочки тоже самое то есть вот это светится вот это не светится вот какая то комьюнити мот пак вот я для себя выбрал такие фиолетовенькие текстуры думаю они нам подойдут я хочу сделать что-то подобие тартуру давно уже хочу поэтому давайте этим и займемся в общем-то для начала давайте как мы предвещали делаем 64 сетку так как это будет тартура клавиатуру я тоже вывел как и обещал пусть это будет какая-то красивая тартура делаем сетку помельче и я хочу допустим вот этот кончик чтобы он был острый чтобы он был острым можем сделать вот так вот в принципе с каждой стороны так вот мы сместили и вот он у нас получается таким в 3d окне как мы видим таким как бы плавно уходящим плавно снижающимся можем даже и лечить вот тогда примерно можно в острый но острый не на острый мне не нравится давайте вот так поставим итак определяемся я я сразу люблю определяться с текстурами во первых давайте сразу еще поставим плеера плеер ставится здесь у нас в инфо плеер старт делаем сетку поменьше делаем сетку поменьше на клавиатуру тоже обращайте внимание ну как бы и я прямо все не буду комментировать но важные вещи постараюсь говорить поставили плеер старт чтобы осознавать примерные размеры вообще наши карты потому что плеер старт этот точное отображение размеров хитбокса игрока то есть вот мы появились значит вот на вот на этой текстуре мы появляемся значит вот столько места у нас здесь остается так плеер старт смотрит у нас прямо и и ни в коем случае кстати не вот допустим вот так вот у нас сбоку примеру да и вы если вот так вот сделали то он у вас начинает смотреть вниз это не очень правильно и это вообще неправильно поэтому лучше не экспериментируйте постоянно крутите вертите вертите стрелочку на стрелочка это будет взгляд в сторону которого вы будете появляться на респауне обязательно с видом сверху всегда крутите чтобы у вас никакой версии случайно не произошло так создали мы плеера и давайте примерно то что я думал как я вчера во сне грубо говоря видел меняем сетку немножко и я хотел сделать их разных размеров давайте их подвинем допустим расстояние не очень больше давайте вот сюда к примеру да и пользуемся уменьшением это у нас как мы видим слишком слабое давайте сделаем 8 и вот так вот на 8 ах как-то кривовато да он ну либо давайте так так вручную сделаем это тоже не проблема так чтобы у нас не было на острой и так и это вершина но у меня почему-то нету здесь вершину внизу появилась так так давайте то поднимем и с видом сверху и и так так вот уменьшим так вот уменьшим вот у нас получилось чуть меньше давайте сделаем допустим пробел копируем вставляем куда-нибудь регионально вот сюда так вот я бы сказал сетку поменьше поднимаем допустим вот у нас будет три уровня да то есть самые длинные большие чуть поменьше и еще меньше все все желательно делать прямо по сетке то есть смотреть четко по сетке все выстраивать чтобы потом было удобнее и ориентироваться и как бы себе на глаз приятнее потом разбираться в этом все вот мы допустим поставили на 3 у нас текстуры давайте на них пока условно накинем какие-то вот такие вот и давайте уже сделаем посмотрим как это все выглядит чтобы сделать карту мы можем делать ну заходим в билд делаем сингл bsp кстати забыл музыку ой и это не там музыка но она не суть делаем сингл bsp либо сингл bsp но об но об это как многие могут уже догадаться компили компиляция без компили точнее ну как делайте в общем карты производства без обувь чтобы обувь не было и но я всегда нажимаю но об лайт вис нам в принципе не нужен и лайт это будет у нас просчитываться свет любые манипуляции с текстурами абсолютно любые будут если вот вы допустим вот так вот вы сделали да сделали бис бис пир давайте его назовем сразу вот он требует нам говорит сохранить давайте сразу назовем артур 0 1 ну просто тартур мап ликит что это значит мап ликит показывает нам что вот мы откуда-то идет в данном случае от инфоплеер старт идет красная линия куда-то в никуда красная линия и сам ликит означает что карта дырявая то есть на карте карта грубо говоря пустая у нас не стен ничего нету skybox нету карта не закрытая и поэтому ликит с ликитом оставлять карты ни в коем случае нельзя потому что это считается как бы ну ну это неправильно так делать не нужно но на данном этапе так как мы просто тестируем нам ничего как бы это это она нам ни о чем пока не говорит мы просто смотрим итак мы сделали без спину об лайт у нас света нету и делать его в принципе практически никогда не нужно если ну почти уже к финишу заходим в наш дефраг который предназначен для радианта и делаем пишем мап плюсит артур и вот мы заходим на свою карту которую смастерили только что видим мы что у нас все засвечено потому что нету неба и карта открытая пишем эрфа sky1 и все становится хорошо и вот у нас мы видим уже примерные масштабы видим мы что допустим можно подальше все это пододвинуть да то есть все мы альтапнулись и продолжаем дальше делать манипуляции сетку себе восстанавливаем шестерочку и давайте вот так пока что подвинем это еще дальше можно подвинуть то есть вот у нас будут такие примерные масштабы я хочу сделать чтобы это было без а это будет такая открытая карта с черным skybox черный skybox у меня тоже где-то тут был точнее не skybox а просто черная текстура вот допустим black да либо есть в самом sky вот это у вас будет стандартная папка skies про нее мы тоже потом еще отдельно поговорим когда будем ее касаться но я буду скорее всего использовать black sky он дает немножко света в целом на карту и нам не нужно будет заморачиваться с частичками света которые вот здесь у нас есть light такие вот штучки создаются это у нас значение света мы тоже с ними естественно потом поработаем все сразу не будем будем только вот по мере необходимости как я и говорил сначала давайте его как-то преобразим эти столбики до наши давайте зайдем обратно в наши текстуры и так как они у нас назывались cpm1dm8 так есть у нас вот такие тремы прикольные есть у нас такие так как мы начали давайте в темных да я хочу сделать на контрасте к примеру давайте попробуем давайте мы их все я вижу что у нас вот таких вот сереньких получше поприкольнее давайте мы их все а можно еще сделать как сразу да лайфхаки нажимаем control а и у нас появляются в окне текстур те текстуры которые у нас используются то есть у меня вот используется одна текстура одна текстура здесь и появляется я могу на нее нажать нажать control а еще раз и выделяются все браши с этой текстурой далее у нас выделены все браши мы просто берем меняем текстуру и у нас меняется сама текстура нажимаем control а и у нас уже другая тут текстура но как-то мне вот серые они не за смотрится не очень давайте а не control а shift а получается да а shift а у меня выделена там текстура была давайте обратно серенький поставим и допустим так и допустим 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 давайте сделаем что чтобы как сделаем вот это самое сложное текстуринг нажимаем пробел чтобы нам вставить какие-то вставочки да текстурные я обычно делаю каким образом я нажимаю пробел у нас у нас появляется браш в браша будьте аккуратнее потому что если у вас будет вот такой баг браш браша это забагуется и текстуры как будто бы не будет либо она будет прозрачная если она у вас это если это у вас где-то пол или что-то еще это обязательно будет ликит и проверить на наличие двух брашей можно выделив ее с шифтом то есть shift это как бы выделение полностью просто мышкой выделяется и одиночная да и здесь мы видим обычный желтый таким таким цветом ну кого желтым кто какую тему поставил если выделять шифтом такой ярко желтый становится и сразу понятно что тут браш браш и такие вот дела происходят в общем то сделал я браш браша допустим вот делаю я 32 и видим мы что там появилось уже что-то давайте врежем нажимаю shift чтобы у нас текстура врезалась и вот у нас появляется две браши которые собственно и вот да с которым мы можем проводить манипуляции я нажал s это открывается у нас как бы редактор текстуры ее расположение и так далее если мы нажимаем reset текстура встает просто по своим координатам как ей хочется как как бы должно но но если мы нажимаем fit fit это по каждой по каждому полигону так скажем браш растягивает прямо под размер полигона нажимаем fit и у нас на каждом этом на каждом полигоне все становится классненько и все нам нравится при этом сверху у нас тоже сделался fit поэтому мы с control можем выделить эту текстуру этот полигон с control он выделяется по одному полигону вот escape все раз выделяем чтобы ничего лишнего не за текстурить нажимаем выделяем полигон текстурим его видим что он тоже все еще как бы зафитанный да поэтому нажимаем reset и он принимает свою обычную форму вот примерно так это происходит так здесь вот допустим я проведу я буду проводить сделаю сетку еще мельче еще раз копирую делаю вот так вот и провожу такую вот лампочку делаю reset reset шифтом можно вот так вот перемещать вверх-вниз и стрелочками влево-право она тоже ну двигается но делаем здесь лучше fit опять же чтобы у нас было посимпатичнее так смотрится не очень да смотрится не очень ничего страшного теперь у нас здесь вот есть такие текстуры мы можем попробовать подбирать что-то вот у нас к примеру она видите расположена а вот даже давайте вот так можно а нет ну вот она у нас расположена вертикально чтобы нам ее переместить нам не обязательно даже использовать вот этот редактор просто зажимаем shift нажимаем page down либо page up по-моему да ну page down он ее переворачивает далее нажимаем допустим reset а нет 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 никакой reset но эта текстура не очень подходит для для данной композиции мы с ними запаримся поэтому давайте мы лучше давайте давайте мы лучше ставим допустим вот такие обычные да давайте обычные такие ст чтобы нам это 15 брашей здесь не было давайте мы вот это пока отодвинем это мы так спейсом удаляем восстанавливаем старую нашу браш и просто по новой врезаем вот в итоге у нас получается все ровненько и все классненько вот пока что так снизу давайте тоже какую-то кудрюку сделаем допустим вот эти можно даже попробовать сделать так делаем пробел скатываем давайте условно вот сюда да на 16 и сделаем вот такие вот лампочки так переворачиваем и допустим fit видимость что fit точнее можно не поворачивать вот у нас есть вертикальные лампочки присетаем и вот этой кнопкой к примеру кнопкой вид это по ширине по-моему он он как бы подравнивает по ширине а это по высоте ну и я их чисто так интуитивно на самом деле использую поэтому если что не серчайте так либо вот такие лучше поставить делаем ресет а это у нас вообще прозрачное получается это кстати очень прикольно это у нас стекло видимо да что название стекло и оно светится это стекло Внутри у нас, как мы видим, такие вот остались лампочки. Давайте мы их, допустим, пересетнем или лучше фитнем. Нет, лучше не фитнем. Так, 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 давайте, 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 сейчас. А вот лампа. Давайте мы ее фитнем. У нас получается там лампа. Так. А вот эти вот мы сделаем, выделим полигоны и сделаем как раз-таки вот это наше стекло. Такая вот у нас многослойная будет вражь, тоже зафична. Вот. Теперь у нас тут все прикольненько так вот получается. Такой столб интересный. Давайте делаем BCP Noob еще раз. И перезапускаем карту. Я надеюсь, что все хорошо там отображается. Так, идем в спектаторы и смотрим. Вот у нас получается, что стекло горит. Внутри там лампочки. И давайте, чтобы для пущего эффекта, так, сверху видим мы, да, что сверху у нас текстура не очень. Давайте, так, я проверю. Да, все хорошо. Блин, я испугался. Все, все хорошо, ребят. Мэр-мэр. Да, и здесь мы давайте, допустим, поставим такую вот решеточку. И сделаем, допустим, просчитаем. Еще раз, так как мы поменялись текстуру, делаем еще раз BCP и делаем отдельно light. Все, это у нас быстренько просчитывается, потому что пока что ни текстур, ни света особо нету. И заходим еще раз на карту. Light я сделал для того, чтобы посмотреть, как смотрится этот свет. Вот так вот смотрится, и свет у нас там вот не горит. То есть от этой лампочки у нас свет идет. И это все. Но, если мы... Так. Почему то есть света нет? Интересно. Ну, хорошо. Ладно, давайте попробуем вот так вот сделать. Давайте не будем изощряться со стеклом. Со стеклом мы, в принципе, можем вообще вот здесь вот так вот сделать. Пусть у нас... А внизу... Здесь у нас видим, да, что у нас эта лампочка, она зафиченная осталась. Этот у нас браш, которая лампа. Она у нас осталась зафиченная. Поэтому, чтобы у нас такого не было, давайте мы как бы под стекло под это чуть-чуть пролетим. Выделяем этот полигон и ставим ей текстуру, обычную серу. Забываем беседнуть. Здесь внутри ничего делать не нужно. Ну, можно здесь еще убрать для себя, да. Давайте попробуем вот так вот. Так, еще раз BCP. И еще раз Light, потому что мы поменяли BCP, а значит поменяется и Light. Так, смотрим. Вот это, для меня это самая длинная, самая долгая часть. Да, вот у нас теперь светится. И светится, кстати говоря, прикольно. И такое вот стекло у нас тоже необычное получилось. Да, давайте так и оставим. Только вот я предлагаю вот на этом темном месте. Хотя, может быть так оставим. Давайте, давайте посмотрим. Сделаем сейчас, значит, то же самое здесь. Ставим сюда стекло. Точнее, вот так вот. Делаем fit. А может быть и fit, да, лучше. Потому что у них всех разное. Либо делаем ресет и подгоняем. А все равно подгоняет он так, да. Давайте зафитаем тогда лучше. Вот так вот, да, сделаем. Зафитаем. Далее у нас идет лампа. Просто срисовываем. Вот у нас вот эта текстура. Копируем. Так. 16, по-моему, да. 2, 2 квадратика. Делаем текстуру. Делаем fit. Еще можно сделать, чтобы не врезать. Можно просто, допустим, эту текстуру скопировать. И сделать вот так вот. То есть, нижнюю часть поднять, а верхнюю опустить. В итоге у нас не врезается эта текстура. А так и остается. Но здесь все равно нужно будет делать так вот. От этого не избежать. Так. И тут у нас примерно на сколько это у нас? Если в 64-м, то полтора квадрата, да. То есть, грубо говоря, так, чтобы у нас не то немножко пошло. Видимо, да, что когда мы тянем, у нас выделяется точка ребра, за которую мы тянем. Поэтому тоже двигайте осторожно. Так, 24. Сколько у меня? 16 даже. Значит, делаем 16-й этот. Нажимаем Ctrl-J, и он у нас ничего не делает. Так, давайте сразу в 16-м скопировали. Давайте проверим, нет ли тут. А то мы сейчас накопировали. Так, центр. 16 почему-то он... А, ну вот. Он почему-то как-то шире, да, становится. Да я не люблю вот эти вот широкие. Это, возможно, я криворукий? Возможно, и нет. Так, ну, скорее всего, я криворукий. Вот мы, значит, сделали. Мы сместили. И давайте, значит... Давайте так и будем придерживаться. То есть, а здесь у нас будет... А здесь у нас получается... Не знаю даже. Сейчас посмотрим. Так, можно сразу перейти в текстуры, которые у нас используются. Сделаем фит. И можно врезать, можно не врезать. Тут кому как удобнее, но, конечно, врезать немножко удобнее. Просто Shift-U и все, и делов. Так, здесь у нас сделали. И давайте то же самое проделаем с нашим маленьким. Так, копируем. 16 сюда. Сделаем фит. Врезаем. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, чтобы у нас лишнего не наделось. Так, еще раз копируем. 16 юнитов. Врезаем. Делаем фит. Вот у нас получается такая текстура. И здесь у нас почти не остается места для этой лампочки. Поэтому... Поэтому давайте ее все равно сделаем. Копируем. Сделаем 16. Пусть у нас... Совсем немножко, но... Все-таки будет. Так, не забываем поставить стекло. Только фит. И внутри вот эту текстуру также меняем. Так. Сетаем. Здесь у нас все сделано. Вот давайте теперь посмотрим, как это все у нас выглядит. Мы, наверное, не сделаем сегодня такую какую-то тартуру прямо полноценную. Вот. И смотрится вполне себе ничего. Единственное, я бы, наверное, их все-таки подлиннее как-то сделал, чтобы такие темные места были на каждом. Но... Это окей. То есть мы видим, куда нам надо прыгать. Если мы будем прыгать... Мы будем прыгать. Так. Вот у нас, к примеру, три размера. И давайте придумывать дальше геймплей. Сверху вот так вот все у нас выглядит. Так. Так, так, так. Ну вот, если мы все делаем по сетке, видите, все у нас красивенько, ровненько. Ничего нигде лишнего из пределов, так скажем, не выходит. И это очень хорошо. Допустим, вот у нас три прыжка мы делаем, да? Раз, два. Давайте, к примеру, сразу поставим, обозначим старт триггер, чтобы его никто не смог обойти. Старт триггер достаточно делать в 32 юнита. Но можно и в 16. Это абсолютно не критично, чтобы его никто не смог обойти. Давайте его... Ну, рисуем браш, естественно. Из браша делается у нас все. Так, давайте вот так вот растянем примерно. И, возможно, немножечко так вот подвинем, чтобы у нас прямо не впритык было, потому что впритык для лохов. Так. Делаем вот так вот. Выглядит хорошо. Выделяем эту браш, нажимаем правой кнопкой. Не обязательно прямо на эту браш, можно где угодно тыкнуть. У нас все равно будут взаимодействия с этой брашей. Нажимаем триггер. Выбираем триггер мультипл. Выбираем триггер мультипл. И видим мы, что у нас становится таким вот фиксуру таким вот триггером. На ней написано триггер мультипл. И она закрывает у нас пол карты. Но это ничего страшного. Далее, чтобы этот триггер у нас стал точкой отсчета для нашей карты, нам нужно сделать таргет старт таймер. И теперь нам нужно их как-то соединить. Просто таргет повесить мало. Соединяется следующим образом. Вначале выбирается основной объект. То есть основной у нас в данном случае это триггер. И присоединяется триггер к элементу, который придает ему какое-то значение. То есть вот это у нас пустой триггер основной. И таргет, будь это старт таймер. Можно зайти в таргет и посмотреть. Будь это kill, init, gift, что угодно. Но стоп таймер всегда, таргет в последнюю очередь, коннектится. То есть, ну, соединяется, да? Коннект называется. Выбираем триггер. Далее выделяем. Именно в этой очередности. В другой очередности нельзя, потому что у вас заканодится в обратную сторону. Выделяем потом таргет и нажимаем Ctrl-K. И видим мы, что от триггера такая вот стрелочка идет прямо в таргет. Если мы делаем наоборот, то у нас от таргета идет к триггеру. И тогда в этом случае триггер работать не будет. Поэтому аккуратнее, ребят, не перепутайте. Со временем рефлекс выработается и все у вас будет хорошо. Так, сделали мы старт. Теперь у нас будет появляться игрок не в фристайл моде. Кто мог уже заметить. И давайте далее, допустим. Вот мы сделали три прыжка, к примеру. Давайте выделим вот эту браш. Триггеры можно скрыть сразу, чтобы они не мешались. Димон очень любит это делать. И, кстати, он меня правильно приучил. Просто скрываем вот эти триггеры. То, что мы изучали, так скажем, в прошлый раз. И триггеры скрываются. Если нам они нужны будут, вдруг можно будет их обратно показать. Чтобы они пока нам не мешались, можем так сделать. Так, с шифтом правой кнопкой мыши я выделяю. У нас выделяются все вот эти браши. Желательно проверять, конечно, чтобы точно все выделилось. Потому что мало ли что, может боковать. Делаем сетку 64, чтобы не волочь по маленьким кубикам. Нажимаем копировать. И просто копируем, куда-нибудь ставим. Допустим, вот диагонально. Дальше продолжаем. Сюда. Здесь у нас точно так же берем, выделяем. Но здесь у нас старт плеер. Поэтому давайте мы его с шифтом обратно развыделим. И у нас остается только одна цельная браш. Ее также копируем и просто перетаскиваем. Допустим, вот куда-то вот сюда. Примерно видим мы, что для одного прыжка тут 5 достаточно. Но здесь мы будем на скорости лить. Давайте поэтому сделаем чуть подальше. Этот тоже я бы, наверное, поставил чуть подальше. И вот этот тоже бы, наверное, вот так вот подвинул. Хотя давайте сделаем сетку поменьше. Я подвину его вот так посередине. Вот у нас примерная картина такая интересная вырисовывается. Давайте сделаем спин-оп. Свет просчитывать пока что не будем. Потому что мы видим, что свет у нас выглядит так или иначе приемлемо. Этот урок, наверное, на часик я затянул. Доделывать, наверное, не будем. Вот мы видим, что у нас стоят. И начинаем прыгать, тестировать, так сказать. Видим мы, что нам не совсем удобно, да. И вот этот можно и подвинуть. Третий. То есть не третий получается, а... Так, это у нас четвертый получается. Четвертый можно подвинуть еще дальше. Так, все раз выделяем, чтобы лишнего у нас не выделилось. Потому что если мы с шифтом выделяем несколько объектов, у нас все и выделяется. Так, берем вот этот. И куда-нибудь его давайте подальше. У нас был где? Ctrl-Z нажимаем. Так, был здесь. Давайте его, наверное, как-то вот сюда передвинем. Так. Rush. Вон. Так, выделяем. Поэтому мы дальше по прямой, допустим, вот так расположим. Сохраняем на всякий случай. Просчитываем карту. И желательно тестить все в ИКУ-3. Ну, я тещу в ИКУ-3, потому что в ЦПМ... Вот у нас приемлеме становится, да? Понятно, что изи не будет. Так что показалось косяк какой-то, нет. И вот у нас начинается. Артуру будем делать не для простых людей, как бы. Тут нам нужно... Тут я вот эту далеко подвинул. Давайте ее поближе поставим. Ну и примерно пока так оставим. Так, поехали дальше. Еще для контрастности я бы, пожалуй, под стекло какую-то другую текстуру положил. Какую-нибудь интересную. Можно, конечно, вот эту. Но давайте пробежимся по текстурам, которые у меня есть. Те нам не подойдут. Это Sky. Тоже такие интересненькие всякие текстуры у меня уже есть. Ну, давайте, наверное, просто светлые я поставлю. Так, ЦПМ1Д. Давайте просто светлые я поставлю сюда. Вот это вот. ЦПМ на всякий случай. Так, далее проходим. Ставим сюда. И с дизайном, конечно, желательно. Ну, как по мне. А, можно еще. Каким образом? Мы можем скопировать вот эту текстуру, допустим, отсюда. Нажимаем на колесико мыши. И потом сюда Ctrl колесико мыши, и она сюда наносится. Но суть этого метода в том, что такой метод копирования копирует также расположение по осям. То есть, если я, допустим, захочу, вот это я скопировал. Если я хочу расположить ее куда-то по вертикали, она именно так же и поставится по горизонтали. Поэтому будьте в этом плане аккуратны. Ну, так можно легко, кстати, копировать. Просто колесиком мыши, допустим, вот мы скопировали лампочку, и вот с Ctrl я сюда ее нанес. Но наносится это, конечно, на полигон. Либо можно выделить всю браш и как-то... А, вот с Shift зажимаем, и с Shift у нас выделяется вся браш. Делать такого, конечно, не будем. Добавили немножко контрастности. Можно вообще добавить еще и в серединку какую-то другую, да, допустим. Может быть, вот это у нас подойдет. Делаем ресет. Давайте посмотрим, как это выглядит. Кривовато выглядит, да. Давайте не будем экспериментировать пока. Просто оставим. На дизайне особо не будем заморачиваться. Итак, давайте поехали дальше. Мастерить. Так, я хочу, чтобы после этой, уважаемый наш игрок, по 32-й палочке. 32-я. Магно. По 32-й палочке, значит, он у нас немного прошелся. Делаем ширину, наверное, 64. Нет, давайте 48 поэстетичнее. Так, у нас вид сверху палочку мы сделали. И давайте мы ее через букву Е, мы ее переместим вот сюда. Что я хочу сделать? Перемещаю, видите, 2 ребра, переместил наверх. И вот у нас такая вот наклонная получилась. Ничего не вырезать, не как-то скульптить, грубо говоря. Ничего этого делать не нужно. Можно просто вот так вот, легким таким способом взять и повернуть. Либо, либо можно через букву Q, но я так пока еще не привык. Это какой-то новый для меня способ. Просто потянуть, и он точно так же сделается. При вытягивании таким с буквой Q, через букву Q, сама текстура так же, как мы видим по околку, так же натягивается. Давайте мы туда, допустим, скинем вот так вот. Передвинем ее. Так, а, и, да, вначале давайте наложим текстуру. Счустим вот такую. Делаем, фит у нас, видите, не подходит, если мы поворачиваем. Поэтому давайте сделаем видитх, и она у нас выравнивается. Точно так же просто берем, копируем, через Ctrl вставляем. И вот она у нас уже готовенькая. Так, здесь. Отлично фиолетовый. Здесь, в принципе, можно. Давайте возьмем стекло сюда. Стекло мы сюда делаем фит. И точно так же, давайте отсюда зафитанное стекло уже копируем и вставляем. Вот получается у нас такая прозрачная. Снизу, сверху у нас еще calc. Поэтому давайте снизу мы сделаем, допустим, вот такую вот текстуру. Делаем ресет сразу. Поворачиваем. Здесь мы можем просто сами ручками выровнять. У нас так красивенько получается. И чтобы нам ничего не делать, колесиком копируем, Ctrl колесико и вставляем. Вот у нас вот такая вот палочка получается. Теперь через Q мы ее двигаем наверх. И все текстуры у нас вместе с ней и двигаются. Вот. Это золотой просто дядя Женя, просто золотой человек. И давайте посмотрим. Нет, давайте сразу, допустим. Так. Здесь мы выделили. Давайте берем самую большую нашу браш. Копируем. Вставляем сюда, к примеру. Сюда подальше. Так, стекло. Я думаю, может быть, стекло сверху снизу сделать. А вот эти, типа мы с вами просто их повернем. Так, давайте, чайли с этим повернем. Так вот. Так, здесь поставим стекло. Время и стекло. Это такой достаточно, я бы сказал. Здесь мы можем, так, давайте, ресетим. И просто тянем сами, ручками. И вот так по стеклу мы, условно говоря, можем бежать. Здесь мы тоже, давайте, так. Копируем. Вставляем. Также отсюда. Здесь, видите, не совсем подходит. Поэтому я сюда предлагаю поставить какую-то другую текстуру. Возможно, что-то вот из этого. Так, давайте ее вот так. И вид. Вообще, даже, знаете, можно, наверное, всю такую текстуру сделать, чтобы у нас все было красивенько. Смотрится. Так, нет. Видите, вот явный пример. То есть я скопировал из наклонной. Вставляю напрямую. И у нас она наклонной дальше продолжается. То есть он по осям полностью копирует. Поэтому, чтобы не было таких ошибок, копируем. И вставляем как надо. А здесь уже можно. Так, давайте, ресетну. Верну. И сделаю фит. Нет, я не фит делал. Да, вот так вот. Так, видим мы. Видите, что у нас небольшая несостыковочка. Поэтому давайте мы турку перевернем. Так, это должно работать. Нет? Нет. Давайте. Я уже, я сам бывает. Я просто никогда не мапил именно с объяснениями. Поэтому. Так, я куда-то ее подвинул. Скину еще раз. Так, вот. Все, вот она. Слава богу. Здесь небольшой косяк. Но это окей. Я думаю, там простят. Так, вот мы идем по палочке. Вообще можем в дальнейшем ее сделать сликовой. Но это пока рано. Давайте так вот поставим. Давайте сразу себе сделаем небольшую тортуру. Копируем ее с видом сбоку желательно. Выравниваем по высоте сюда. Поворачиваем. Так, видим мы, что она у нас появилась вот так вот. И просто давайте ее отзеркалим. Делаем вот так, к примеру. И отсюда. И видите, мы в прошлый раз говорили про текстур лог. И этот текстур лог здесь очень помогает. Потому что мы перемещаем по всем осям. Как-то крутим их и вертим. И благодаря этому у нас все хорошо. Давайте, что если вот сюда мы тоже такую текстурку поставим. Смотрится. Сразу, да? Пошло, пошло. Сейчас давайте копируем отсюда. И просто с шифтом. Хоба. Хоба. Просто так. Хоба. Ой. Так, давай. А, на маленьких не очень. Порядок. А, здесь у нас не на всю. Вначале выделяем вражда, а потом копируем. Чтобы у нас полностью... Возможно, как-то что-то неправильно делаю. Но я делаю так, как я умею. И вас... Собственно, я не думаю, что я прямо неправильно совсем делаю. Поэтому, если что, ребята, не серчать. А здесь мы можем, наверное, просто поставить... Такую вот... Немножко подвинуть. А нет, здесь у нас... На маленькой, видите, надо что-то другое придумать. На маленькой текстуре. Потому что... Не совсем умещается здесь эта штука. Еще и криво вставляется. Давайте ее тогда совсем не будем делать. Ставим, как у нас было. Все. На маленькой тогда не будет такой. Маленькая. Извини, мы тебя обидели. Так. И давайте посмотрим. Скоримпилим. Я падаю уже минус миллион. Высоты. Вот мы видим, что у нас там. Такая вот Артура. Опа. Почему у нас исчезает? Давайте посмотрим. Почему она у нас исчезает? У нас их две тут? Нет, у нас их тут не две. Почему она исчезает? Ого. Что это как-то? Это у меня какой-то баг, что ли? Почему она так? Если я сделаю ее всю такой текстурой. Давайте посмотрим. Это нездоровая фигня. Да, вот уже ничего не происходит. Очень странно. Видимо, что-то как-то пришло у нас не так. Поэтому давайте, наверное, пусть у нас, может быть, не с двух сторон будет стекло. Выровняем. Пусть у нас, допустим, с одной стороны будет стекло. Так. Нет. Так вот. Видит. Делаем. Копируем. Вот так вот вставим. И видите, да, вот опять же по осям. То есть здесь она так расположена. В ту сторону. А здесь по другой оси. Поэтому она в ту сторону и скопировалась. Поэтому мы делаем резь. Это еще раз и видит. Так. Сохраняем на всякий случай. Еще раз BCP. Возможно, из-за стекла так багует. Такого быть не должно. Да, теперь вроде как все в порядке. Ага, нет. Все равно пропадает. Тогда придется нам отказаться от этого стекла. Видим вот такое особенное какое-то стекло. Можем туда поступить следующим образом. Давайте мы ее всю влечем вот в эту текстуру. Здесь тоже сделаем виды. Ну, по мере, как бы, маппинга. У нас встречаются такие вот моменты. Такие, так скажем, вопросы. На которые иногда некому ответить. Так. Здесь давайте вернем тогда, чтобы это не было так вычурно. Просто копируем. Хотя можно просто в данном случае вот так вот выделить их все. Выделяем. И делаем одну текстуру. На всякий случай reset. Так. Это у нас было стекло. Потому что оно прозрачное. Так, 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 так. Чтобы нам придумать. Это было. Какую-то... Какую-то... Вот, кстати, какой-то у нас скайбокс есть. Его мы, может быть, даже заюзаем в этой карте. Почему бы и нет. Давайте, я не знаю. Давайте просто тогда не будем себе изменять. Давайте поставим какую-то вот такую, может быть, текстуру. Они, в принципе, между собой не очень, конечно, скатаются. Хотелось бы, конечно, какую-то свистоперделочку. Каким-то влезает. Пойдет. Отлично встает лампа, но по лампе идти, мне кажется, это такое себе. Давайте посмотрим. То есть, самое главное... Ну, для меня самое главное это текстуринг именно... Типа геймплей накидать это не проблема. Проблема это сделать... Нормальный текстуринг, чтобы это нам ничего не мешалось. Можно даже подальше немного, да, подвинуть. Давайте сделаем. Выделим, чтобы точно видеть. И давайте вот сюда вот это дело немножко передвинем. Так, и что нам делать здесь? А мы можем сделать вообще обычное стекло. А как нам найти обычное стекло? Оно есть у нас в стандартных текстурах. Где именно, по-моему, в SFX. Здесь у нас очень много текстур. И чтобы не искать нам именно то стекло, которое нам нужно, мы можем вот здесь в поиске написать Glass. Называется оно именно так. Так, нет, в SFX нету. И он у нас будет показывать только те, в которых есть название. Вот я нашел какой-то какой-то Glass, но это никто. Даже никто. Нету. Плагающее стекло. Не, ну как-то со стеклом хорошо так смотрится. Где-то, где стекло. В SFX уже вроде стекло было. Убираем здесь название и... увидим. Умас. Точно помню, было стекло. Рейн. Вот можем дождь поставить на карту потом. Кислокоил. Еще в тумане это все сделать. Ух, можем прямо. Неплохо так. В облаках идти нужно. Либо давайте какое-то другое стекло, которое мы сможем найти. Вон, скин, стайс. А как такое? Где стекло у меня? У меня должно быть стекло. Давайте, может где-то и в другом я вместе стекло. А вот, кстати, давайте попробуем. А, нет. Виды в ликвидах уж точно не будет. Это же жидкости. В готике. Тоже не будет. Это у нас стандартные все текстуры здесь. Паттон. Все мы их на какой-то карте обязательно увидели. Мы стандартные. Кто-то сейчас сидит, смотрит, такой. Блин, да вон там стекло было. Ну да че, ты че, стекла не можешь. Да не могу. Где стекло-то, е-мое. Это жестко, блин. Здесь можно, у меня стекло было. Нет. Здесь есть Sky Dark. Но нет стекла. Home. Home тоже нет. Давайте попробуем обычное стекло тогда поставим без этих. Без шейдерное. Смотрим, как оно выглядит. И давайте-то сюда тоже поставим его. Смотрим. А можем... Нет, давайте. Лучше не будем выделять все стекла. И менять их. Текстуры, потому что они могут поменяться с другими текстурами. Так как мы выделяли там полигоны. Давайте посмотрим, как выглядит без шейдерное стекло. Оно может быть тоже прозрачное, но не светится. Меня это тоже вполне устроит. Нет, оно не прозрачное. Да вот, блин. Придумали. Здесь так вот-то... Здесь может что-то... Или давайте вообще в других текстурах все сделаем. Что бы и нет. Ла-ла-ла-ла. Что, звонить Димону, что ли? Где стекло-то? Ведь реально нету стекла. Куда оно могло деться, я абсолютно вообще не представляю. Обычно в SFX было стекло. Да, большой айзотуб. Стал. Парейн. По листику. Окей, давайте выберем... какие-то другие тогда может быть куры давайте попробуем ставить вот эти они не очень ровно встают эти уже не очень ровно встанут не меняйте вполне устраивают просто надо как-то давайте-то не будем грубо говоря выебываться я поиски стекла наверно вырезал если вот что-то было этого нету в общем давайте мы немножко перетекстурим и уже почти час мы сидим уберем отсюда из поиска давайте просто и у нас белое осталось давайте мы выделим эти белые видите у нас выделяется именно браш на которой эта текстура если мы сейчас все хотим белое перекрасить в темное то он нам надо все равно выделять все по очереди поэтому давайте просто так вот свитом сверху мы выделим нужные нам полигоны и сделаем их давайте сделаем их белыми и сделаем так так все остальное мы оставляем давайте допустим тогда еще вот эти вот кончики может быть мы сделаем белыми нет не очень окей так что делать здесь с тобой дружище нам нужна какая-то нормальная текстура можно попробовать это вот лампочки не очень а или очень да так давай и ресепни так вот почти у нас если мы подгоним у нас все равно торчит немножко да пинем плавно пусть хотя бы так так сет двигаем делаем идут чтобы у нас подогналось давайте посмотрим выглядит так я на начальном падике не поменял текстуру давайте сразу ее меняем не благие вам вот здесь нужен всем ресет я сейчас очень это подопыт очень не очень делаю потому что можно было ресет ноту скопировать и просто везде раскопировать расставить так скажем так все поехали еще раз так так ну да это стекло у нас боковала но все равно мне эта текстура не очень нравится и снизу тоже она мне не нравится давайте я ее давайте обычную тогда вот эту сетнем так вот сет кейтам она у нас встала и давай туда тогда так же сет вернули кейт так ибо это даже покрасивше будет неровный либо вот мне вот здесь нравится прям и отсюда возьмем вот этот вот прямчик скомбинируем так сказать сет очень сай нету он давайте вот эти оставим просто вот так вот просто вот так вот будет ничего подгонять не надо все сразу хорошо с полосочкой посередине стильно модно молодежи так давайте поехали дальше немножко еще на мапе мы на этом закончим наверное пока а ну я вам покажу я сделал условный условный стоп таймер поставим с вами чеки и на этом наверное закончим пока потому что уже очень долго с этим со всем разбираемся так скопировали сюда значит поставили подальше и здесь раз это большая давайте мы как самые ленивые вот так вот возьмем возьмем давайте выровняем цветом сверху посмотрим главное чтобы расстояния были хорошие так ну давайте пока вот на этом условно говоря остановимся так это так подым сила давайте тестим и в следующий раз мы с вами наверное уже закончим чтобы этот урок не был прям пустым но я надеюсь вы для себя узнали много нового лайк мы пока просчитывать не будем потому что в этом нету нужды с текстурами я возможно что-то другое в следующий раз придумаю самый простой такой у нас выходит в Тартур да и прыгать я их честно говоря не умею так здесь можно значит поставить подальше а все остальное в принципе вполне себе то есть здесь мы вот это вот Ctrl-Tab я нажал и у меня точнее можно просто на Tab или да а ну вот Ctrl-Tab она выравнивается по этой но она меняет еще и вид в общем не суть поэтому давайте подальше подвинем подвинем а остальное можем в принципе оставить все там долетается единственное вот эту вот точку давайте мы может быть сюда переместим и к примеру вот это когда мы сюда наступаем у нас это будет финиш давайте скопируем вот эту браш поднимем ее чуть выше сетку давайте поменьше сделаем нажимаем Ctrl-4 чтобы она у нас выровнялась в квадрат ровненький я обычно делаю так кто-то может быть по-другому и вот даже вот так будет у нас достаточно допустим делаем триггер мультипл он у нас не появился потому что скрыты не забываем что они у нас скрыты делаем таргет стоп таймер желательно чтобы этот таргет ни с чем не соприкасался чтобы лишних багов не было и коннектим триггер с таргетом все теперь если мы хотим допустим вот это у нас грубо говоря центр давайте мы здесь сделаем чекпоинт точно таким же макаром копируем эту штуку нажимаем Ctrl-4 Ctrl-4 это типа Ctrl как бы как будто бы изменить а цифра это количество углов если 4 это четырехугольник если я нажму 3 это будет у нас треугольник 5 пятиугольник 6 7 и так далее то есть это я надеюсь ну так или иначе интуитивно понятно так и здесь мы делаем таргет чекпоинт делаем вот так вот коннектим и пожалуй давайте сделаем со светом пока что без неба мы эту карту еще доделаем просто я вам для целостности покажу давайте сделаем чтобы было попроще цпм и еще раз карту пересоздаем стекло наверно не буду вырезать так видим сразу мы да что когда мы сделали со светом у нас отлично видно пады у нас не видно вот эти вот штуки значит их надо будет еще править и не видно пол значит на пол мы можем какие-то попробовать условно говоря лампочки сделать потому что либо мы можем ограничить именно края то есть я люблю именно контрастно создавать мы можем сделать допустим по краям это будет запарно но это собственно маппинг это brushwork делать сетку поменьше допустим в 4 копируем и вот так вот по 4 юнита какие-то светящиеся полосочки мы к примеру можем сделать чтобы края падов обозначить это будет в принципе хорошим таким вариантом наверное мы так и сделаем давайте я просто без света сделаю пройду посмотрим что это у нас все работает так вот у нас нету света цпм конечно же здесь будет попроще но все равно цпм не цпм это в любом случае тортура забывать про это нельзя ни в коем случае ай слишком близко я поставил так а чекпоинт мы видели чекпоинт не обратил внимания а вот у нас чекпоинт мы его сделали именно на этом как бы ящичке поэтому если мы хотим чтобы человек в любом случае его зацепил тогда нам надо его растягивать я растягивать не хочу ну и вот мы финишировали за 20 секунд мы эту карту прошли эту мы можем подвинуть браш подальше сразу видно давайте сразу пока что у нас память свежая это сделаем так выделяем меняем вид сетку тоже сменим так это у нас а не подождите это старт вот вот этот давайте подальше подвинем здесь тоже давайте вот такая вот карта я надеюсь это было полезно для вас в следующий раз я думаю уже доделаем я придумаю найду какие-то полосочки чтобы обозначить цвет че они у меня кстати говоря есть есть это да вот у меня есть я могу какие-нибудь белые light white допустим поставить давайте сразу смотрим к примеру чтобы не откладывать так делаем четвертую сеточку так и можем как сделать поступить следующим образом можем скопировать и вот так вот везде по 4 винта срезать нажимаем врезать и у нас остается такие вот штучки и вот эти вот штучки мы как раз уже можем просто сделать белый свет приседать не надо ничего не надо точнее давайте чтобы у нас бока потом не делать давайте полигоны просто выделим делаем белый свет и давайте скомпилим со светом и вот мы видим уже куда нам нужно прыгать вполне себе по моему и если вот так вот на каждую фраж выделим нам будет видно куда прыгать и по темени по такой по фиолетовым здесь мы тоже можем по краям плюс 600 чек здесь мы к примеру ну здесь я что-то другое придумаю но к примеру как на такой наклонной это сделать давайте я вам сразу тоже покажу вот у нас наклонная с видом сверху мы можем для начала скопировать также ее сузить так или нет нет давайте таким же путем то есть мы ее получается давайте здесь так вот выровняем потом вот так вот сузим и врежем и у нас остаются вот такие вот полигончики просто копируем и вот так вот эти полигончики выбираем давайте еще раз делаем вести пину аплайт и вот видим мы да что она светится стало быть надобности в по сути в остальном текстурировании надобности получается как таковой нету единственное можно наверное сбоку эти лампочки сделать тогда либо поместить вот такие же снизу мы можем сделать буквально что угодно видите вот они идеи рождаются как бы как чего изменить примерно со временем здесь давайте обычную текстуру и вот ну мы уже врезали давайте вначале отменим у нас видим мы да как у нас это все меняется вот мы это у нас теперь тут две текстуры скопированы давайте одну мы удаляем и у нас одна остается так а мы удалили эту удаляем которую мы уже двигали все можно сюда можно обратно ее в принципе подвинуть свое сайт русло и здесь уже с ней работать скопировать допустим лампочку поставить сетаем так к примеру да почему бы и нет сюда так же сетаем ставим можно вот так сделать чтобы обозначение было какое-то дополнительно к примеру чтобы у нас не было так как порнография да просто потом скопируем делаем сетку поменьше копируем выравнив делаем вообще 4 получается и вот эта полоска лишняя мы ее закрываем каким-нибудь тримом допустим вот да мелким просто вот так делаем срезаем вот у нас уже красивенько получается либо еще какой-то трим надел вот здесь трим и есть мелкие какие-то интересные наверное к примеру вот вот к примеру да тоже интересный трим получается ну это мы уже в следующий раз я думаю все посмотрим можно посветлее сделать на контраст рыжий ржавый можно вообще вот такой какой-то интересный поставить так даже должен пока а какой интересный вот этот мне более нравится простенький с дырочками почему бы и нет этого правда видно не будет но тем менее все ребят давайте я вам нам обратно верну вязать не буду текстуры так пока остается чтобы я не забыл потом все ребят всем большое спасибо я надеюсь это было для вас полезным и интересно в следующий раз на днях я думаю мы обязательно домапим расставим грамотно чекпоинты какие-то сделаем скайбокс возможно сделаем какой-то пол может быть да с туманом чтобы у нас все в тумане прыгалось посмотрим что-нибудь придумаем пишите свои может быть идеи в комментариях что здесь добавить можно там не знаю сделать сразу бешеную какую-то тортуру допустим когда здесь пропрыгиваешь зацепляешь триггер который вот здесь выстреливает гранату и ты должен успеть сюда прибежать из гранаты сделать гринейджамп наверх к примеру да вот просто то есть любые какие-то бредовые идеи но главное чтобы они были логичными и взаимосвязанными пишите в комментариях и если что-то понравится я обязательно это выберу и сделаем то что вы хотите так что все ребят всем спасибо я надеюсь все вам понравилось всем удачи и попробуйте уже сами что-нибудь сделайте пару брашей поставьте все всем пока субтитры